Доброе утро, дорогие друзья. Итак, немножко еще о Аврааме, царе и любви Бога к ним. Вы знаете, нам кажется, что вот Бог, который любил Авраама, дальше такое будет и с другими персонажами. Значит, если он его любит, он должен дать ему мешок золота, дачу на Багамах, я знаю, там большой самолет или еще что. Вот все такое, например. Но на самом деле все совершенно иначе. Знаете, если спросили у Балшемтова, почему человеку иногда кажется, что Творец отдаляется от него. Он ответил, как отец учит ребенка ходить. Он ставит его на ноги, выпускает из рук и чуть-чуть отдаляется. Только успевает ребенок сделать шаг, приблизившись, но он снова отходит. И так продолжается, пока ребенок не научится ходить сам. Наши взаимоотношения с Богом очень похожи на это. Бог все время, вот когда мы поближаемся, он отходит, отходит, пытаясь нас все дальше и дальше в нашей взрослости продвинуть. И так до дня прихода в этот мир и до дня ухода. Обратите внимание, какая потрясающая еще раз жизнь у Авраама. Великого Авраама. И знание сына, и жертвоприношение, смерть цары. Ну и могу рассказать об остальных праотцах еврейского народа, которых там описывает Тора. Разве это то, что мы думаем? Еще второе. Вот мы склонны иногда, когда у нас что-то не получилось, сразу уходить в какой-то депрессняк. Мы склонны зацикливаться на прошлом. Проигрывая прошлые ситуации в уме и начинаем думать, как бы было при другом исходе. Это вредный подход. Если наши поступки причинили кому-то вред, или были неправильные, стоит взять ответственность за это, извиниться, или сделать для себя вывод и больше этого не делать. Если они навредили нашим отношениям с Творцом, и мы сделали против него что-то, нам тоже стоит взять на себя ответственность, покаяться и идти дальше. После чего надо двигаться вперед. Те поступки это выбор, который измерит нас и наше будущее. Барахтание в чувстве вины, или ожидание того, что он за нас там все сделает наверху, не поможет нам продвинуться в позитивном направлении. Очень еще есть второе. Люди иногда заманчивают для них, знаете, слабость такая, сдаться. Ощутить себя в ловушке, подумать, что все пропало, ничего мы не сможем сделать, мы не изменим ни прошлого, ни будущего. Это не так. Это путь наименьшего сопротивления, но не путь роста и изменения. Как бы там ни было, даже в ситуациях, которые кажутся, ну даже предопределенными, всегда есть выбор, который мы можем сделать. Самый главный выбор. Мы сами выбираем, как реагировать на все происходящее с нами. Что бы нам не преподносила жизнь, именно мы выбираем. Единственное, что мы выбираем, это реакцию, на которую ответят. Бог разговаривает с нами с ситуациями нашей жизни. Мы разговариваем с ними тем, как мы реагируем на эту ситуацию. От нас зависит, будь ли она положительной или негативной. Какой бы ни была реакция эта, она нас меняет. Именно наша реакция меняет нас. Иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. В конечном счете самый важный выбор из всех, это наше отношение с Богом. Это то, что полностью находится в нашей власти, полностью зависит от нас. Это не судьба, не направление какое-то новое, не карма. Это наша абсолютная область свободы. И не просто так это все происходит. На протяжении истории Авраам и Сары, Бог обещает им две вещи. Детей, землю и так далее. Обещание земли повторяется семь раз. Обещание детей четыре. Он должен стать отцом великого народа. Его дети должны быть написаны, как пыль на земле, звезды на небе. Однако, несмотря на обещание, на момент смерти Сары, у Авраама не было дюйма собственной земли. И один ребенок, на тот момент не имеющий пары. Ни одно обещание не воплотилось в жизнь. Отсюда и покупка земли в этой недельной главе, поезд жены для искака. Здесь и мораль. Здесь и мораль. Поэтому Тора замедлилась. Сказать, что прошлое, урок, такие там события, сегодня медленно все. Чтобы мы не упустили ничего, Тора медленно описывает нам. Бог обещает, главное, что хочется сказать в этом уроке. Бог обещает, но действовать должны мы. Бог обещал Аврааму землю, но он сам должен пойти и купить участок земли. Бог обещал Аврааму наследника, но он сам должен обеспечить свадьбу своего сына. Причем жена должна быть такая, чтобы у него были внуки правильные. Чтобы он мог продолжить традицию. Несмотря на все обещания, Бог не будет делать ничего сам. Он дает нам возможность сделать. Благодаря акту самоограничения, который он создал этот мир, он создал еще и человеческую свободу. Он наделяет нас ответственностью, которая дает нам возможность состояться как личности. Бог спас Ноха, но тот должен был сделать ковчег. Бог дал землю израильтянам, но должны были сражаться за нее. Бог дает нам силы, а действовать должны мы сами. Вот это вот главный пароль развития в этом мире. Не то, что Бог делает для нас, а то, что мы делаем для него, меняет мир и меняет нашу судьбу. Брахава от Слаха всего самого лучшего.